Врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков! Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор сотен видео на собственном канале YouTube. Про здоровье, профилактику, лечение. В том числе и народными средствами. В том числе и заболевания, которые официальная медицина признает неизлечимыми. Решил сегодня, кроме этих видео, продолжить и серию видео про прогноз погоды. Медицинский прогноз погоды. Это очень важно. Потому как погодные условия это один из факторов, которые серьезно влияют на ваше здоровье. Больше того, они диктуют вам определенные особенности поведения. И это очень важно понимать. Потому как, знаете, покорять природу конечно можно. Но один известный ученый сказал, да, мы можем покорить природу частично. Но за каждую такую победу природа нам мстит. И сегодняшние катаклизмы, ураганы, резкие изменения погодных условий, резкое потепление, глобальное потепление. Это ответ природы, ее ответные действия на наше с вами поведение глобальное. Ну, а что вам нужно делать локально? Вы узнаете прямо сейчас. Перед тем, как написать это видео, я безусловно посмотрел, что же предлагают синоптики. Какие прогнозы они ставят на ближайший день. И увидел, что погодные условия на территории Украины плюс-минус одинаковые. С небольшим разлетом 15, 16, 21 градус. Примерно одинаковое состояние по облачности. Да, небольшие осадки, практически без гроз. И это говорит о том, что этот прогноз погоды может быть справедлив практически для всех областей Украины. Когда же я просмотрел прогноз на ближайших 3 дня, увидел, что он мало чем отличается. Да, небольшие колебания. То тут теплее, то там теплее становится. То облака переместились частично в одну область, то в другую. Но глобально ничего не меняется. Вы знаете, вот такая ситуация, как оказалось, она справедлива на ближайшие 7 дней. Поэтому этот прогноз погоды будет справедлив для жителей практически всех регионов Украины на ближайшую неделю. А что вам нужно будет делать? Основные особенности вы узнаете прямо сейчас. Сложно сказать, как долго продлятся вот такие комфортные весенние погодные условия. И как быстро и когда они изменятся. Но! Скорее всего температура пойдет не вниз, а вверх. И в этом случае нужно к этой перемене погоды быть готовым. Учитывая то, что за спиной у нас все-таки прохладный период года. Когда большую часть пищи, значительную ее часть нужно было тратить на согревание организма. На предупреждение переохлаждения. А отсюда зависит и укрепление иммунитета. Нужно правильно перейти к более иным условиям среды обитания. Которые все равно так или иначе хотим мы того или нет. А лето наступит не тогда, когда мы хотим. Не по календарю, а по своему расписанию. И к этому нужно быть готовым. Потому как лето в природе. Это когда температура окружающей среды не будет опускаться ниже 18 градусов. Ни днем, ни ночью. Да! В этом случае лето наступило. Сегодня у нас предстартовая такая ситуация. Температура только поднимается к отметке 18 градусов. Слегка ее перешагивая. И что же вам нужно делать? Я бы советовал убрать из рациона красное мясо. Да, оно хорошо было в холодный период года. Сейчас красное мясо не самый лучший компонент в системе питания. Потому как достаточно много дает тепла. Да, вы можете меньшим количеством удовлетворить свой аппетит. Но кто же остановится на малом? И учитывая то, что многие захотят съесть больше. Лучше использовать белую рыбу, птицу, яйца, молочные продукты. Они меньше несут с собой тепла. И меньше создадут сложности вам в случае внезапного потепления в окружающей среде. Что бы я еще советовал сделать? Уменьшить долю круп. Увеличить долю овощей. Да, лучше если все-таки это будут те овощи, которые сохранились к этому времени. Потому как свежие сегодняшние овощи, зелень, это чаще всего парник. А парник чаще всего нитраты. А нитраты не самый лучший спутник в активном обмене веществ. В безопасном обмене веществ. Потому как да, с этими продуктами поступают и витамины, и микроэлементы нужные вам. Но нитраты блокируют гемоглобин, как основной переносчик кислорода. И перенапрягают работу сердца и сосудов. И гипо- или гипертонические кризы легко и просто. Приступы боли в сердце, обострение ишемической болезни сердца легко и просто. На такой, казалось бы, витаминизированной пище. И это важно понимать и правильно использовать. Что бы я еще советовал делать вот сейчас? Такая переменная погода в плане того, что облачность то есть, то ее нет. Солнышко периодически выглядывает. И это очень здорово. Оно тренирует вас к тому, что летом будет чаще наоборот. Оно будет уходить из поля зрения только вечером и возвращаться утром. Обычно летом не такая облачная погода. И солнце будет испытывать различные органы вашего организма. Различные системы. А сейчас вы можете фактически... Контрастный душ можно использовать утром и вечером. А вот такую переменную облачность нужно использовать правильно на протяжении дня. Периодически подставляя под солнышко различные участки своего тела. Что вы этим получите? Вы получите первые порции витамина D. По которому изголодался организм человека. И который поможет вам активировать обмен веществ в иммунной системе. И защищаться от бактерий, вирусов, грибков, паразитов. Которые так или иначе будут пытаться нарушить уровень вашего здоровья. Ваша иммунная система будет более активна. И будет лучше сдерживать эти патогены. Чтобы они не мешали вашему организму. А вот какие коррективы внести в свой организм. Вернее в свой образ жизни. В свою систему питания. Чтобы витамин D помог вашему организму воспрять после зимней спячки. Вы узнаете прямо сейчас. Сейчас весной многие стремятся для повышения работоспособности. Больше использовать чай, кофе. Я вас понимаю. Это хорошие тонизирующие напитки. Но которые используют резервы. Они мало их создают. В большей степени используют те резервы, которые у вас есть. С весны, как я понимаю, резервы остались далеко не у всех. И недалеко не такие шикарные. Как правильно заваривать, использовать чай и кофе. Такие видео есть на моем канале. Вы можете их просмотреть. Освежить в памяти. Но освежить можете. Но использовать не сейчас. Сейчас вот такое переходное время. Когда уже зима. Понимаем. Она уже не вернется в этом году. Во всяком случае до календарной зимы. А лето вот оно где-то тут на носу. Это коронное время. Это самое лучшее время для использования совершенно другого напитка. Который многие часто использовали зимой. Кто-то начинал активно использовать еще с осени. Я вас понимаю. Хороший прекрасный напиток. Но! Вот только сейчас его время. Правда? Если будете правильно использовать. Когда я назову название. Вы можете тоже такое видео есть на моем канале. Можете его просмотреть. Как же это делать правильно. Но! Делаю акцент. Отвар. Не настой. Не чай. Отвар. Как правильно приготовить есть на канале. Отвар из плодов шиповника. Вот сейчас его время. Именно отвар из плодов шиповника поможет мягко поднять активность обмена веществ. За счет того, что те витамины С и В. Которые там находятся в прекрасном сочетании. Более того. Плоды шиповника свободны от нитратов. Поэтому их можно использовать совершенно спокойно. Как такой тоник. Но! Они не жестко стягают обмен веществ. Они обеспечивают оптимальную проницаемость сосудов. То есть то, что есть в вашем организме. В вашей крови. Оно будет попадать в клетки. И правильно там использоваться. Если же вы отвар шиповника будете использовать перед едой. Как такой мягкий аперитив. Вы еще и улучшите переваривание пищи. И это большой плюс. Громадный плюс. Более того. Есть еще один момент. Отвар плодов шиповника содержит массу витаминов. Но! Он не блокирует образование витамина D в вашем организме. Так как это делает кофеин из чая либо из кофе. То есть когда вы выпили чашку кофе. И пошли под солнышко позагорать. Я вас понимаю. Желание быть более здоровым. Чувствовать себя лучше. Я его приветствую. Но! В данном случае это называется мартышкин труд. Потому как ультрафиолет попадая на кожу. Заставляет ваш организм вырабатывать витамин D в коже. Который должен в почках активироваться. Активная форма витамина D3 появляется в почках. А кофеин блокирует этот процесс. И что вы делаете? Ну! Вы занимаетесь. Вы считаете что вы ведете здоровый образ жизни. А вот эти два винтика вы не учли. Поэтому сейчас. Для того чтобы эффективнее накапливать в своем организме витамин D. А он обеспечил вам правильный обмен веществ. А одновременно улучшить проницаемость сосудов. Чтобы те продукты питания которые вы в свой организм ввели. Они дошли реально до клеток. И были там правильно использованы. В этом случае вам чай и кофе нужно либо убрать либо уменьшить. А ввести в свой образ жизни отвар из плодов шиповника. Многие делают его неправильно. Заваривая в термосе. И при этом заливаем крутым кипятком. Утром температура в хорошем термосе градусов 80. В плохом градусов 60. Средневзвешенная температура. Две цифры сложили и поделили пополам. И посчитайте. При какой температуре извлекались полезные вещества из плодов шиповника. А при этом все знают что высокая температура смерть для витаминов. Особенно для витамина С. Да, его плодов шиповника много. Но не настолько много. Чтобы такая температура не успела до утра его разрушить. Потому как 100 градусов в течение получаса уменьшают количество витамина С примерно на 20-30 а то и 40 процентов. Все зависит от размеров обрабатываемого продукта питания. Поэтому сейчас в этот переходный период чай и кофе уменьшили. Отвар шиповника ввели в свой рацион. И получаете здоровье как говорится по полной программе. Чего я вам и желаю. А на этой позитивной ноте я это видео про прогноз погоды буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И хорошей вам погоды. И правильного к ней отношения. А если у вас возникнут какие-то сложности по здоровью. Наберите на моем канале интересующую вас тему. И с более чем 600 видео я думаю вы найдете какие-то ответы на свои вопросы. Не забудьте посмотреть видео консультации врача диетолога онлайн. Где я рекомендую, предлагаю вам более правильное питание. Которое позволит эффективнее использовать продукты питания. И вложенные в них средства. Для поддержания вашего собственного здоровья. До новых встреч на моем канале. Не забудьте подписаться на канал. Если вы еще не подписчик моего канала. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует...